Теперь с ножом Вот взял нож покрупнее Так, чтобы было его видно Все, что мы делаем без ножа Готовит нас к обращению с ножом Нож требует дополнительной подготовки Главное чувствовать его направление Где режущая кромка Как вы можете его перехватить Ну, в общем-то, для целей таких не очень изощренных Когда вы сталкиваетесь не с мастером ножевого боя Никакие перехваты не нужны Обычный прямой хват Ну, хват обратный, оборонительный считается Если вас бьют по голове рукой То вы можете подставить нож Нанизать на него эту бьющую руку Или резануть ее Или если вы в ближнем бою выхватываете нож Выхватываете откуда-нибудь Удобнее выхватывать так Здесь выхватывание прямым хватом Требует изгибания руки Да, вот такое изгибание Но неудобно выхватывать Особенно если это длинный клинок Поэтому выхватывание идет обычным Обычным хватом сверху Мы выхватываем И вот мы уже готовы к удару в ближнем бою Поэтому если противника мы остановили Отодвинули в стороночку Спрятали этот нож, который у нас там где-то за поясом Спрятали от него, вынули И вот здесь уже можно его разрезать как угодно Любую часть тела Обратным движением, прямым движением Ну в принципе достаточно будет и обычного движения Чтобы противнику нанести неприемлемый ущерб Ну хотя бы даже по рукам просто его резануть Вот мы его остановили Вынули нож и резанули При этом нам не нужны никакие вот такие Длинные движения, которые показывают Вот как с мечом мы работаем Показывают откуда идет удар Ну меч длинный, от него убежать тяжело А от ножа можно даже отклоном уйти Поскольку все-таки клинок довольно короткий Если мы готовимся к освоению боевых искусств То мы бьем кулаком Обычный удар кулаком Ну тот же самый, обычный удар ножом Обычный удар ножом Обычный удар ножом Вот и если мы можем бить задней рукой То есть отталкивалось На себя мощный удар Точно так же можем ударить и передний удар Вот, многие ножевики считают, что надо Если вы нож против ножа То нужно нож выставлять вперед И ножом защищать свое тело Но в этом есть недостаток Вы с вытянутой руки Особенно когда вы оборонительную дистанцию У вас все движения достаточно слабые Относительно слабые Можно, конечно, посильнее резануть Но чем сильнее вы резанете Тем дальше уйдет нож И тем дольше вы останетесь незащищенным Тем же самым ножом Вы промахнулись и получили нож В любое место Поэтому, на мой взгляд Хотя это и не абсолютно истина Лучше позицию занимать Защиты ножа Руку можно отдать Она может быть поранена даже противником Но ваш прямой удар пробьет ему грудину Или межребер пройдет Но тогда нож тоже надо понимать Что если вы бьете где-то немножко сбоку То нож нужно развернуть Вот, и тогда он пройдет между ребер Или пойдет в горло Обычное дело, если вы отбиваете голой рукой нож Да, вы не травмируете Ну вы отбили нож А ваш удар пройдется Прямо по горлу противника Поэтому Да, если он, скажем, мы отбили Он хочет подключить свою руку тоже Чтобы отразить Ну и режем с другой стороны Вот, или просто пробиваем Никакой возможности уйти от мощного удара Который еще прорезает себе путь вперед Ну просто нет Разве что подставить руку И нож пробив эту руку Затормозит в ней Вот, поэтому Если речь идет о смертельной схватке А не Игре в ножичке Когда, знаете, давайте мы поиграемся То тогда удар должен быть убойный и один С риском получить тоже такой же удар Ну, без риска Никакие боевые искусства просто существовать не могут Поэтому стандартная процедура Вас атакуют Например, отошли, заблокировали, пробили Или вас атакуют Вы немножко упреждаете и идете вперед Вас бьют в корпус в сторону и пробили В сторону пробили То есть разные уходы Назад На заднюю ногу оперлись Вперед тут же атаковали В бок отошли Если не атаки Атаковали Отбили руку Атаковали Вот все Все эти движения В принципе Должны заканчиваться Или тяжелой травмой Или гибелью противника Но если мы гуманисты То мы отбили руку И по этой руке Рубанули Раз, два Да Вот это бьет нас По этой руке Ушли Рубанули Вот Ну Это если Мы чувствуем свое Явное превосходство Если противник всего один А не несколько Если он достаточно робок Если у него Ножечек не такого размера Перочинный Он там хочет нанести Какое-то Какое-то пустяковое Повреждение Вот Тогда Тогда так Ну А если вы без ножа То лучший способ Провести бой Это Его не начинать Просто уйти Просто уйти Но наблюдая за противником Который В любой момент Может броситься вперед И когда вы вступаете В противостояние На улице Вы скажем Уложили противника И довольны Идете От него по улице Он вынимает нож И Протыкает вам спину Вас Отвозят в морг Его в суд Но вас это уже Не может порадовать Как и ваших друзей И родственников Поэтому В любых Бытовых ситуациях Надо быть Бдительным И надо Смотреть Противник Который Валяется на спине Еще не значит Что он окончательно Повержен Если вы Рассчитываете на Благородство Благородство Видимо Это из каких-то Других времен Некоторые люди Благородные Некоторые трусливые А некоторые Подлые Коварные Поэтому Удар Ножом В спину Весьма вероятен Если вы Эту спину Подставили Значит Уходить Надо От любого Противника Даже Поверженного Спокойно И Будучи готовым Всегда К Отражению Его Благородство Благородство Он просто Может Воспрянуть Вы Его Сильно Ударили Две Секунды У него Нокаут Потом Приходит В себя Через Пять Секунды Он же Вас Может Атаковать Поэтому Даже Если Вы Владеете Ножом А у Противника Ножа Нет Не надо Думать Что Он Этот Нож В Следующий Момент Не Достанет Все Приемы Достаточно Примитивные С Ножом Есть Всякие Изощрения Например Как Держать Нож Есть Одна Школа Которая Требует Упереться Пальцем Особенно Если Здесь Есть Во что Упереться Но Другая Школа Говорит О том Что Если Вы Попадаете В Твердый Предмет То Вы Выбиваете Себе Палец Тогда Предлагаю Держать Вот Так И Палец Просто Палец Просто Соскользнет В результате Удара А Вы Не Повредите Себе В суставы Пальца Даже Если Вы Попадете В пуговицу Или Неожиданно Откуда Взявшийся Бронежилет Или Просто В кость В ребро Воткнулся Ваш Нож И Здесь Он Просто Проскользнет В принципе Основной Захват Идет Пальцами За исключением Большого Большой палец Как Как Вот Мы Нож Держим В эту сторону Мы Пробиваем Вот Так же Держится Нож Вот Такой Обхват Не имеет Смысла Это Для Тяжелого Меча Да Понятно Но В крайнем Случа Можно Вот так Положить Нож Положить Положить Палец На Лезвие Это Большого Значения Не имеет Потому Что В общем То Любое Ранение Ножом Уже Достаточно Серьезно Если Вы Даже Слегка Попали В ногу То Человек Вряд Ли Сможет За Вами Побежать И Может На Этом Стоит Закончить Схватку Поэтому С ножом Аккуратно Нож Это Оружие Еще Замечу Что Нож Обладает Серьезным Останавливающим Свойством Особенно Нож Блестящий Есть У человека В психике Такой Испуг Перед Блестящим Предметом Заостренным С каких-то Древнейших Времен Этот Испуг В нем Присутствует Поэтому Если На вас Нападает Группа Лиц Которые Всерьез Хотят Нанести Вам Ущерб Вы Вынимаете Нож Показываете Что Он у вас Есть Каким Угодно Способом Каким Угодно Хватом Нож Есть И вы Не Проявляя Агрессивности Просто Отпугиваете Противника Блеском Этого Ножа Обычные Обычные Режущие Движения Что Против Этих Движений Против Этих Движений На Отходе Внезапный Удар Ногой Вам Изображают Перерезанное Горло Вы Изображаете Удар В пах Или Снизу В челюсть Лучше Нож Блокировать На Замахе Вот У противника Идет Замах В эту сторону Вы можете Остановить Его Локоть И там Уже Добивать Всеми Возможными Способами Какие У вас Есть Или Он Замахнулся В эту Сторон Вы Вовремя Должны Спохватиться Достаточно Быстрое Движение Но Все Таки В нем Есть Какие Паузы Можно Можно Пройти Или Можно По крайней мере Эту паузу Создать Например Сымитировав Движение Вперед Рукой Или Каким То Образом Удары Предметами Удары Локтем Кулаком Пальцами В глаза Там Уже Если у человека Нож А у вас Нет ножа То вы Должны Использовать Все Вплоть до Того Что вы Не должны Беречь Свои Какие-то Суставы Или Пальцы Если палец Сломается В глазу Противника То Ничего страшного Вы все равно Оттуда Вынете Но Противник Уже Будет Не способен Вас Атаковать Поэтому Для боевых Искусств Важно владеть Арсеналом Который У вас Будет Без Ножа Вы не Всегда Ходите С ножом В театр Вы не Пойдете С ножом И Часто Вы Оказываетесь Без Оружия И в этот Момент На вас Могут Напасть С оружием Поэтому Вы должны Владеть Тем Арсеналом Который Может Защитить И вас И окружающих Вас Людей Далеко Не всегда Нож В этом Случа Оказывается Под рукой Ну Если оказывается То первое Это демонстрация Ножа И только В крайне Опасных Случаях Когда уже Неизбежно Столкновение И столкновение Жестокое Когда противник Заявил уже Свои Намерения И остановив Противника Вы отсюда Наносите Этот неожиданный Удар Который Прекращает Его агрессию А может быть Прекращает и Жизнь А спасает Вашу жизнь Первое Надо учиться Боевым искусствам Без оружия Потом в те же Самые Приемы В те же самые навыки Вы вкладываете оружие Любое Можете вложить нож Можете вложить Лом Можете вложить лопату Все что угодно На самом деле Любой предмет Ножка от стула Или сам стул В конце концов Все это будет Вашим оружием Если вы получите Стандартные навыки Действия без оружия Движение ногами Движение корпуса Уклоны Подставки И так далее На эти базовые умения Накладывается То что вы сможете Использовать Применяя Различные предметы Которые На тот момент Когда вы их используете Против агрессивного противника Превращаются В оружие Продолжение следует...